Добрый день! Сораем Тувим! Моя ученица прислала мне предложение на русском языке и перевод на иврит. Одно из этих предложений, он проверяет слух у врача, она перевела так ГУ БОДЭК ШМЯ ЛЕ РОФЕ Правильно? Нет, неправильно, потому что ЛЕ РОФЕ, здесь ЛЕ направление, кому, дательный падеж. У нас получилось, он проверяет слух врачу. Совершенно не то, что мы хотели сказать. А как же сказать у врача? Мы будем говорить ЭЦЕЛЬ РОФЕ или ЭЦЕЛЬ АРОФЕ, если это конкретный врач. ГУ БОДЭК ШМЯ ЭЦЕЛЬ РОФЕ, он проверяет слух у врача. Так будет правильно. И ученица вдруг спрашивает меня, непонятно. Вы говорили, что ЛЕ используется в значении У, и я точно знаю. Например, ЕШЬ ЛЕ ТАНЯ МАХШЕВ. ЕСТЬ У ТАНИ КОМПЮТЕР. И здесь ЛЕ ТАНЯ мы переводим как У ТАНИ. Или, например, мы скажем ЛЕ ТАНЯ МАХШЕВ ТОВ. У ТАНИ КОМПЮТЕР ХОРОШИЙ. ХОРОШИЙ КОМПЮТЕР. То есть ЛЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КАК У. Почему же в данном случае нельзя использовать только ЭЦЕЛЬ? Отвечаю на вопрос. ЛЕ мы действительно используем в некоторых случаях как У. Но в каких случаях, когда в предложении есть слово ЕШЬ, есть, или слово ЭЙН, нет, отсутствует. Либо эти слова подразумеваются. Только в этом случае мы будем использовать ЛЕ как У кого-то. И примеры, которые я уже привел. Я рекомендую посмотреть материал номер 350. Ссылка находится внизу. Чтобы не путаться. Моя практика показывает, что вроде бы это не очень сложно. Но путаются не только те, кто на начальном уровне. Иногда даже те, кто на среднем уровне. Я надеюсь, что это было полезно и интересно. Спасибо за внимание. С вами был Марк Харах, Лейт Раут. До свидания.